Я читаю четвертую главу из книги Судей. Ему было девятьсот железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых двадцать лет. В то время была судьею Израиля Девора-пророчица, жена Лапидофора, Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Аминуавова, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему, «Тебе повелевает Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор, и возьми с собой десять тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, А я приведу к тебе, к потоку Кессону, Сесару военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и придам его в руки твои». Варак сказал ей, «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему, «Пойди, пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на этом пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сесару». И взяла Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал Завулонян и Нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним десять тысяч человек. И Девора пошла с ним. Хевер, киньянин, отделился тогда от киньян сынов Ховава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у Дубравы в Цаан-Ниме близ Кодеса. И донесли Сесаре, что Варак, сын Авинуамов, взошел на гору Фавор. Сесара созвал все колесницы свои, девятьсот железных колесниц, и весь народ, который у него, из Харошев-Гаима к потоку Кессону. И сказала Девора Вараку, «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сесару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним десять тысяч человек. Тогда Господь привел в замешательство Сесару, и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова, и сошел Сесара с колесницы, и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение до Харошев-Гаимя, и пало все ополчение Сесарына от меча, не осталось никого. Сесара же убежал пеший в шатер Иоили, жены Хевера-Киньянина, ибо между Иовином, царем Ассорским, и домом Хевера-Киньянина был мир. И вышла Иоиль навстречу Сесаре и сказала ему, «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сесара сказал ей, «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сесара сказал ей, «Стань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя, и скажет, нет ли здесь кого-то, скажи нет». Иоиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле. А он спал от усталости и умер. И вот ворак гонится за Сесарою. Иоиль вышла навстречу ему и сказала, «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сесара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Бог в тот день Иовина, царя Хананского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иовином, царем Хананским, доколе не истребили они Иовина, царя Хананского.